Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с 25 июля должны будут использовать приложение «Путешествуй без COVID-19» для въезда в Россию. Обычные справки с результатами ПЦР-тестов больше не подойдут, только QR-код из приложения. С 1 сентября загружать тесты в приложение, чтобы попасть в Россию, должны будут все граждане стран СНГ. Граждан третьих стран, которые въезжают в Россию через эти страны, новое требование не коснется. Им для въезда нужны ПЦР-тесты. С 2022 года все люди, покидающие Мальдивы на самолете, будут платить налог на выезд. Соответствующий указ подписал президент Мальдивской республики. Граждане Мальдив будут платить за вылет с острова эконом-классом 12 долларов США за человека. Иностранцы – 30 долларов. Для пассажиров бизнес-класса, независимо от гражданства, сумма налога составит 60 долларов. Для пассажиров первого класса – 90 долларов. Для вылетающих частным самолетом – 120 долларов. Помимо этого, с 2022 года вылетающие из аэропорта Мале должны будут заплатить 25 долларов в виде так называемого сбора на развитие аэропорта. Так что в скором времени Мальдивы станут немного дороже – аж на 55 долларов. Отказ российским авиакомпаниям в допуске на выполнение полетов в Египет был обусловлен отсутствием решения Оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами страны. Такое объяснение дают в Росавиации. Отмечается, что вопрос о предоставлении допусков российским авиакомпаниям на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут решаться межведомственной комиссией, в которую войдут представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма. Тем не менее, комиссия примет решение только после положительного решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса о возобновлении чартерного авиасообщения с Египтом. Продолжение следует...